Иди ближе ко мне. Иди ближе. А сколько нужно ждать? Вот они уже пошли присоединяться. Написано помахать. Вон 68 уже присоединилась у нас. Привет. О, Юрия Владимировича. Помахать Юрия Владимировича. Обязательно. Это надо нажимать махать или просто махать нужно? Нет, это нажимать махать те, кого мы знаем. Кого не знаем. На них даже нет. То есть на кого подписана я, тем можно так помахать. О, здесь здесь пять. Ты видишь сколько? Да. Привет. Привет, конечно же. Всем привет, ребятушки. Привет, привет, привет. Вот мы как в настоящих новостях. Сидим за столом. Верх одет. Нет, нет. Ты что, сама зашел заблазнять всех? Смотри. Не смотрите. Подождите. Сядь, сядь, пожалуйста. А вот, смотри, у вас все смотри. Нет, сядь, сядь. Да, сейчас сядь, сядь, сядь. Нет, сядь, пожалуйста. Да ладно, все. А? Сядь, давай, пожалуйста. Смотри. Ну, это все не буду. Ну, убери руку. Смотри. Ладно, ладно. Все, все, все. Все, привет. Ребята, всем привет. Привет, начнем со слов спасибо огромное. В общем, за вашу активность. За то, что вы, короче, все пишете нам. За то, что вы благодарите. Настю, привет, Израиль. Вот, кстати, насчет Израиля. Очень много сообщений по поводу того, что Бог с вами, Бог помогает. Настенька дана от Бога. Мы вообще полностью поддерживаем, к этому присоединяюсь. Поэтому, ребята, вообще огромное спасибо. Куча приятных слов. Спасибо. Ну, круто, короче. Вот, что? Значит, по этому поводу мы решили сделать что? Прямой эфир. И все. И, в принципе, на этом и все. Поэтому всем спасибо, кто-то знает. Нет. Мы, знаете, что решили? Мы решили устроить мега крутой розыгрыш. А, ну да. Розыгрыш, да. Как вы знаете, розыгрыш – это когда собирается огромное количество спонсоров. Благодаря ним закупается огромное количество подарков. И мы дарим их вам. Дарим мы их вам за то, что вы подписываетесь на людей, которые великодушно уделяют свое благосостояние и внимание на то, чтобы подарить вам, короче, подарки. В общем, несложная тема. Просто что нужно? Нужно понять вообще, насколько вы готовы, насколько будет ваша, короче, с Мишей общаюсь. Я вот, конечно же, сразу на заду и про Мишу. Вот. Насколько вообще вы хотели бы получить вообще подарки. Да? Так-то. И какие бы вы подарки хотели. И какие, да. Какие подарки. Насчет подарков. Пишите, получается, там в директ. Вот. Привет, Узбекистану. Вот. Короче, да. Пишите в директ, какие подарки вы хотели бы получить и вообще хотели бы участвовать в розыгрыше. Глебасик похудел. Похудел, потому что что? Потому что женщина занимается марафонами и фитнесом. Вот. Это первое, что хотели вам сказать. Что мы теперь живем в Севастополе. Вот. Поэтому всем из Севастополя землякам привет отдельно. Всем остальным тоже, короче, огромный привет. Вот. Что еще сказать? Настя занимается марафонами. Вот. У нее сейчас активно. Уже сейчас какой стартовать будет? Уже четвертый марафон. Старт у нас будет 7 февраля. Да, но при записи в январе будет скидка. Поэтому, ребятки, записываемся, кто хотел бы построить, похудеть. В общем, входит питание, плюс тренировки. В общем, там личная связь со мной. Я вас полностью веду. Поэтому, в общем, будет интересно. Да, есть огромное количество уже людей, девчонок, которые похудели. Да, очень хорошие результаты. Бэм, надо помахать. Поэтому. Так, Маша. Ой, да, Маша, привет. Маша, привет. В общем, что, есть марафон, такая замечательная услуга. Вот. Настя показывает упражнения, которые можно делать, не ходя в зал. Вот. На ее странице есть выставлены результаты уже девушек, которые прошли месячный 21-дневный марафон. Поэтому и вы, бедная Настя, конечно же. Где, я думаю, они, вот эти люди, вот эти, которые там. Сумасшедшие. А вы сейчас без фильтра в моем офиге? Да? Да. Без фильтра? Да. Что еще хотел сказать? Что мой любимый ведет праздники и мероприятия, и вообще во всех городах России просто. Это очень крутая такая услуга, да? Поэтому, если вы хотите весело, провести весело как-то мероприятие, свадьба, корпоратив, день рождения, в общем, любое-любое, вы можете писать директ моему любимому. Да, мы, короче, в общем, не просто так живем, а можем быть еще и полезными, и у нас есть то, что мы делаем хорошо. Я занимаюсь корпоративами, Настя занимается марафонами. В общем, у нас такая спортивно-творческая семейка получается. Вот, это что хотели сказать. Ну, давайте немножечко поотвечаем на вопрос на ваши. Давайте, давайте, самые такие, даже в Краснодаре, даже в Краснодаре, минимум, как минимум должен стоять... Стоит 6к. Нет, на самом деле, мои дорогие, цена сейчас очень недорогая, 700 рублей, если вы покупаете марафон в январе. Я вас веду 21 день. Вопрос, почему раньше жили в Севастополе, сейчас в Севастополе? Потому что решили, что жить хотим возле моря, и будем жить возле моря. На самом деле, это очень здорово, когда мы стоим рано утром и делаем пробежку рядом с морем, это такой кайф, вы даже не представляете. Женитесь уже скорее. Свадьба когда? Свадьба в марте? Да. Да, свадьба в марте, вот, но мы уже как бы, вот видите, на движении. Вот, Настя, а диета входит в марафон, и диета входит в марафон. Конечно, входит обучение. Вот это ненормальное, подожди, сейчас, вот это, Романова 115, когда будет следующая измена, Глеб, следующая измена будет в прямом эфире, мы тебя пригласим, Романова 115, она, походу, будет с тобой. Скидывай англес, мы выезжаем, изменяйте, вот, ты просто, она четыре раза написала, представляешь, что, четыре раза она написала, вот это, да. А в ДНР приедем, да и в ДНР приедем. Единственное, что куда мы не можем приезжать, это в Украину, к сожалению. Поэтому, мои дорогие, обучение по питанию, плюс меню, плюс тренировки, в общем, в марафоне все входит. Так, значит, что еще, что еще, у нас какие-то там темочки были задержаны. А, наркозависимые. Подожди, марафон. Марафон, ведение праздников, скажи. Четыре темы у нас было. Да, смотри, первая тема, это розыгрыш. О розыгрыш, конечно же. Мы же про него говорили. Мы говорили, мы говорили. Насчет ведения, всем, кому, короче, интересно, вот, опыт работы были 15 лет, в общем, профи. Ну, кто смотрел проект, все видели то, что практически все мероприятия, которые проходили там на языке у нас, либо какие-то вот культурно-массовые мероприятия, в основном вел я, потому что опыт большой. А вот теперь это можно делать и здесь. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Да. Ребят, всем, кто так же там писал насчет там зависимости, все знают то, что Настя меня вот три месяца ждала. Я Украине тоже привет. Я, блин, ребята, когда мы уже помиримся, блин, Украина любимая, мы так хотим, чтобы наши страны уже, блин, помирились и мы жили дружно. А продукты сейчас в меню на любой карман. Да, мои дорогие, там очень простые рецепты, поэтому может себе позволить каждый. Угу, я слышу про Украину, чтобы помирились продукты. Вот она. Там спросили. Все, будут разные у нас прямые эфиры, блин. Живи, просто жесть. Короче, вот, друзья, что хотелось бы сказать. Есть еще одна тематика, да, на которую можно писать, ну, уже лично уже мне, вот, у тех, у кого из вас там, допустим, ребятушки, кто там, родственники, друзья, там, неважно, попали в сложную ситуацию. Сейчас очень много, кто попадает, кстати, в такие, в лапы, короче, наркозависимости, алкозависимости. Если кому-то нужна помощь, консультация, вообще, что нужно делать, потому что вопрос такой острый, болячка серьезная, вот, и без помощи специалистов будет тяжело справиться. Поэтому, ребятушки, кому нужна консультация, помощь, поддержка, вообще, пишите мне, расскажу все полностью, куда звонить, куда обращаться, сколько стоит это, в общем, и как, какими методами можно спасти человека. Так, Глеб, как вам там лечиться и где находится клиника? Ну, я уже прошел курс, вот, как видите, выгляжу хорошо. Клиника находится в Крыму, у нас один дом в Севастополе, один дом в Симферополе. Вернетесь ли вы на проект? Нет, не вернемся, мои дорогие, это не входит в наши планы. Пынзаки сейчас, пынзаки, короче, устанут вести шоу, да. Там спрашивали стоимость свадьбы. Глеб, а можно насильно закрыть человека в центре? Насильно человека в центре можно закрыть, но смысла от этого не будет, потому что без личного желания изменения у людей, к сожалению, не происходит. Поэтому пишу в диггет и даже не читаешь. Ребята, пишу БМВ, блин, 2681, отвечаю, блин, в диггет я. Просто не всегда получается много сообщений, а я один. Поэтому, ребятушки, всем, кому не ответил, вы меня простите, дурака, я буду, блин, стараться, буду внимательнее. Буду больше времени уделять тому, что отвечать. Глеб, ты помогаешь сыну? Да, мы каждый день с ним на связи. Маму в гости звали в Крым. Мама учил? Наташеньку? Нашу любимую Наташу? Кстати, да, мы теперь вот в таких отношениях. Теперь, кто видел, мы теперь по-другому. Вас же насильно закрыли, ну признайтесь. Нет, меня насильно никто не закрывал, я своими силами, собственно. Я обещал перезвонить. Что за БМВ, 0206? Как зовут тебя, имя, фамилию, блин, БМВ, блин? Я машине должен, что ли, был перезвонить? Можно вылечить мужчину 57 лет. 57 лет? Тяжело, тяжело. 57 лет серьезный возраст, но можно попробовать. У нас были люди, ну не такого возраста, 50 лет было несколько людей, сейчас, слава богу, трезвыми. Когда детей понижите? Кстати, когда мы были в лагере, что там был мужчина тоже вот этих лет, и он вылечился, да, от этой зависимости, и уже он там 4 года полностью ничего не употреблял, поэтому все возможно, все в ваших руках, если вы хотите, то можно всего добиться и всего достичь. Главное желание, чтобы было у человека. Вот самое главное, что чем занимается наш центр, он формирует желание, благодаря мотивации, чтобы люди ехали. Ладно, с этой темой мы покончили, давайте о чем-то позитивном, о чем-то хорошем. Так, вы счастливы? Что, например, застанетесь потом? Когда в августе? Ага. Из Симферополя, привет. Сколько стоит лечение в центре? Лично пишите, в дире все расскажу. Там, когда планируете детей, у нас был вопрос. Как дети, от кого? Какие дети, от кого? Действительно, Романова 115, умница, продолжает хейтить нас. Умница моя. Умница, просто уже обожаю эту девчоночку. Так, ей надолго твое желание. Вот она, Настя, тоже 20 секунд. Короче, люди с цифрами. Заметила, что с Апенченко общаешься? Нет, с Аленкой Апенченко не общаемся. Так. Что ты сделала? Зачем? Уберем ее с эфира. Да ладно, что ты смесли, нормальный вопрос. Так. Привет, Нового Города, великий привет. Северная сторона, привет. Недавно были у вас. Скоро Настю повезу на Лучкуевку показывать. Сейчас потеплее только станет. Вот. Да блин, сколько гостей будет на свадьбе? 700. Будем праздновать, как вообще просто, как армяне будем праздновать. Свадьба будет 19 марта? Да. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Помогаете бездомным животным? Нет. На счет помощи... Сейчас потихонечку у нас дела наладятся. Мы вот развиваемся в каждом своем направлении. Вот. И обязательно потом будем заниматься помощью. Но у нас немножко другое направление. В общем. Я до проекта занимался тем, что мы ездили с моим другом. У меня есть друг. Он шеф-повар Виталик. Мы ездили в детский дом, проводили кулинарные мастер-классы. В принципе, социально активная работа у нас возобновится. Мы будем этому уделять большое внимание. Но на это нужен ресурс. Поэтому нужно чуть-чуть подождать. Саймона позовете на свадьбу? Ну. Да. Почему нет? Мы с Саймоном только вчера общались. Хорошо общались. А ты же выпивший. Да немножечко пробухнул просто с вами общаться. А что нет-то? Да. Ха-ха. Так. За сколько снимаете? Не скажем мы вам. Очень большие бабки. Отдали захатку. Так. Ребятушки. Давайте знаете что. Поднапишите хоть какие подарки вас интересуют. Но давайте так. Вот она Романова. Глаза закрыла. Стыдно стало. Это не. А нет. Это ей отвечают. За нас уже там. Это за нас защищают. Глеб похудел. Глеб похудел. Потому что. Потому что. Правильно начал питаться. У меня вот. Потому что как это так? Она там худеет людей. А я вот. Поэтому ребятушки. Я там тоже. Мы тем более с Настей. Что я сейчас расскажу вам. Владивостоку привет. Настюка молодец. Так любить не каждый умеет. Глеб береги ее. Вот. Мы короче формируем правильные привычки. Каждое утро начали бегать. Но у нас получилось так. Что. Несколько дней мы конечно пропустили. По причине того. Что ездили в Симферополь. Вот. А так. Каждое утро стараемся бегать. Сегодня. Вот у нас был рекорд. Мы сегодня пробежали 5 километров. Ребята. Это круто. Это круто. Вместе. Заниматься каким-то хорошим. Как травой питаться. Ребят. Травой питаться можно по-разному. Одна. Один рацион травы. Приводит на реабилитационный центр. Другой. К стройному телу. Выбирайте сами. И с тем. И с тем. Мы можем помочь. Кстати. Да. Вот. Короче. Мы бегаем. Вот. Плюс. Ну еще. О каких-то новых привычках. Скажем так. Полезных вещах. Будем рассказывать. Вот вам. Поэтому. Так можем поделиться. Каждый день. Утром пробежка. Вечером смотрим одно. Мотивационное видео. Изучаем. Утром читаем притчи Соломона. Поэтому. Друзья. Всем рекомендую бегать. Читать. Библию. Питчи Соломона. Что там читаешь. Вот. И смотрите. Так. Когда розыгрыш будет. Розыгрыш будет скоро. Совсем скоро. Уже осталось немного времени. Мои дорогие. Поэтому пишите. От вас зависит просто. Да. Вы как будете. Николайчук Артур. У-у-у. Как голова братишка. Николайчук. Привет. Кинул бы запрос. Блин. Надо блея. Сейчас бы с ним поугарали бы. Что Настя молчит. Дай ей сказать. Пожалуйста. Мои хорошие. Все. Хватит. Поговорили. Как дела. Она тренер. Я говорю тут в этой семье. Да. Он у нас. Говорит. Пускай. Ой. И стол поехал. Настя нравится в Крыму. Давай. Настя. Вера пишет. Да. На самом деле. В Крыму мне очень понравилось. И когда сюда приехала. Вообще думала как дома. Очень хорошо. Но. Я думала здесь тепло. Он мне еще говорит. Я говорит. В шортах хожу здесь. Я конечно же не взяла теплую одежду сюда. Взяла там три кофточки. Тоненьких. Но ничего. О. Давай. Примем Николай. Так. Наш прямой эфир. Пойдем. Сейчас. Подожди. Здорово. Ееее. Уууууу. Братишка. Еее. Николай Чук. Привет. Братишка. Сейчас. Подожди. Колбаса. Халява. Ля. Временная. Смотри. Смотри. Честно. Честно. Заработанные. Вот. Цень. Вот ценность. Сидишь там. Ты милый. Привет, Леш. А мы на Доме 2 вот так вот шикуем. Смотрите. Вот сколько всего. Ну у нас ничего нет. А мы вот борща сварили на неделю. Едим борщ. Потому что в Севастополе жить дорого. Понял? Ну да, так-то бабки-бабки. Что у вас там? Конкурс запускается, я слышал. А? Конкурс запускается. Мега розыгрыш. Молодцы. Я тоже поучаствую. Ты конечно поучаствуешь. Может ты спонсором будешь? Я хочу. Я хотел написать по поводу ценника. Да просто на карту, братишка, скидан. Соберите денюжки, короче. Если что касарь отправлю, нормально. О, слушай. Давай такая тема. Ты ведущий, короче. Представим, что Пынзай стал стареньким. Кадони старенький. Бородиной пофигу. Орлова там, блин, выращивает 17 тысяч собак. В общем, дела у всех. И остался ведущим. Только Николай Чук на проекте. Поехали. Всем привет, дорогие друзья. Это телепроект Дом 2. Новая любовь. Где одинокие сердца ищут друг друга. Спустя 30 лет мы нашли эти лица. Глеб Жемчуков, который уезжал на реабилитацию. И Анастасия Райнашвили, которая его успешно ждала. И сейчас ребята находятся в Севастополе. Скоро у них начинается конкурс. Они зарабатывают деньги. Анастасия Райнашвили, пару слов. Стоило ли того? Конечно, стоило. У нас все хорошо. Спасибо всем, кто переживал, верил в нас. Мы сейчас очень хорошо живем. Всем спасибо. Анастасия, у вас была идея фикс поженить на себе молодого человека. Уже не такого уж молодого, он постарел, но все-таки. Идея фикс состоялась, это произошло. Глеб до сих пор в заложниках. Правильно понимаю? Он моргает, значит, да. Настя, отпустите человека, или мы будем вызывать ФСБ. Нет, он счастлив. Ему хорошо. Артур, Артур. Да. Ну, мы сейчас посмотрели так со стороны, короче. Ну, вот это. Хорошо, что тебе башку разбили, короче. Вопросы-то не те. Слушай, а где твоя эта малолетка-то? Она болеет, у нее 39 температура. Слушай, а у вас там очень нормально, ты с башкой пробит, у нее температура. Земелька нормальная у нас, я говорю. Налобная по очереди ходим. Слушай, ну вы, короче, приезжайте. Ну, у нас сейчас будет отпуск после 10-го, я надеюсь. Вот после 10-го. Ну, блин, хотелось бы, когда тепло, чтобы было. Да, конечно, надо чуть-чуть подождать. Кого тебе показать? Кого они должны тебе показать же, правильно? Да не надо никого показывать. Вот тебя хватит. Эти, ну, они не топчики, это понятно. Еще они в эфире, их никто не знает. Согласен. Ермакова где-то там. Ермакова потанскела, ты слышал? В смысле слышал, блин? Она как слышал? Она потанскела настолько, что ты бегала, ты даже слышишь на ее дыхание просто? На 8 килограмм! Прикинь! Слушай, а я думаю, телевизор, когда включаешь, короче, понял, на Ю, и там... А ты, как спортом занимаетесь, все хорошо? Каждое утро бегаем. Сегодня 5 километров пробежали. Ты сколько у тебя вес сейчас? Блин, я не взвешивался, сейчас начнем просто. Ну, пока бегаем, пока, короче... А, Ермакова беременна? От кого? Да нет. В смысле, блин? Пальцы, пальцы Захаровой. Они не дружат, они больше не подруги. Ой-ой-ой. Кстати, они даже поругались. А вопрос, а как там мама, Настя? Как это, кинуть маму и уехать в другой город? Расскажи. Не смей, не смей. Вообще, просто пытаться даже плохо сказать. Про Наташеньку, про красавицу, про прекрасную женщину, которая родила мне такую супругу. Теща. Нет, теща это что-то тершинное такое, типа, понял? А это Наталья. Вторая мать. Морская пехота. Вторая мать. Наталья. По поводу вашего возвращения, хотелось бы задать вопрос, естественно, зрители переживают. Когда-нибудь, возможно ли это? Что это? Что? Возвращение на проект. Мы или нет, скажем. Нет, ребятки. Только как совладельцы. Как руководство, по-другому никак, правильно? Только как руководство проекта, короче, да. А ты помнишь железный рот проекта? Железный рот проекта? Иди сюда. На секундочку. Это кто железный рот проекта? Только, пожалуйста, не распени телефон. Я стараюсь. А ну, улыбнись. А я еще жива, я еще зрелая. О-о-о-о-о! Я так обожал, я помню. Здорово, блин. Ну я рад. Мы скоро выканем. А не надо, что она опускает там? Она железная к вам. Нет, у меня уже золотой иммунитет. Надо меня не трогать, пожалуйста, не надо. В прямом эфире. Видя, что серьезными людьми разговаривают, хотят хайпа, хотят. Слушай, как ее зовут вообще? Я сам не... Как тебя зовут? Адриана говорит. Вот, смотри, короче, у нас тут, блин, пишет там Наталья Райнашвили, которая сейчас мог видеть эфир. Она пишет, радослышать это от будущего зяня. Вот так вот, в сфере нам повернулось просто. Наташа! Это вранье, ты же понимаешь? Слушай, я на самом деле, что, блин, Катюшка, пускай выздоравливает, блин, быстрее. А что такое рехаб? Рехаб это реабилитация, на которую ты скоро попадешь, если будешь так пить, как пьешь. Глеб был бы классным, так, я скажу. Мужчук твоим. Классным редактором диктовал бы тухлым новичкам, что делать. Я могу на удаленке это делать. Короче, скажи всем новичкам, что, короче, месячный абонемент, придумывание историй, правильный план хайпа, короче, выведение в топы, вот, самые острые мнения на лобных местах, короче. Вот этот вот курс ввожу, короче, 5000 рублей в месяц. В закрытой группе в Телеграм, короче, буду их вести, короче, просто. Скрытая группа. Корей, вот так вот на ходу, окажется, все так просто. Конечно. Да, записывайтесь скорее. Да, пускай записывают. Скажи всем молодым, короче, которые не знают, чем заняться. Вот. Пускай пишут, короче, 5000 в месяц и вперед, короче. Просто. Артур, иди кодируйся. Ни в коем случае. Почему? На что вы будете смотреть на проекте? На Диму с крашенными ногтями. Очень интересно, я думаю, будет зрителям. А, вот, смотри сюда, Ермакова. А ну, расскажи зрителям, как потолстеть за неделю на 8 килограмм. Аня, привет. Иди сюда, иди сюда, спускайся. Давай быстрее, тут тебя ждут. О-о-о. Цыган, сейчас золото пропадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это так? Ты к небу тричишь факель? Я просто... Ты к небу тричишь факель? Ты его не уважаешь? Ты Глеб? Здорово, Алиса! Здорово! Привет! Привет! Как вас зовут? А как вы? Когда свадьба? В марте. Мы видели. Надюха! Надо будет как-нибудь озвониться, рад тебя видеть, безумно. Давай, пишите, звоните, если что. Если у нас может другой бок перекатиться, Глебад. Если хочешь много весить, жри один и в темноте. На, бухать просто. Интересно, Надежда продолжает, да, вы говорите стихами? Не, реально, я 8 килограмм нажрала за месяц. Надюшка, а мы бегаем по утрам. Вы молодцы. Слушай, а ты подписывайся на Настю в марафон, короче, блин, похудеешь. Нам не надо за полтора месяца скинуть много. Килограмм 8, Настя, реально? Давай, да, конечно. Хочешь поучаствовать? Давай приколимся. Давай, конечно, купите марафон за 500 рублей Ермакова сначала. А потом ты будешь худеть, правильно? Да, Ермакову мы просто так сделаем. Ермакову просто так мы сделаем. Да, она тебе говорит, да, 500 рублей. Правильно, щуп. Бабки в семью. Слышишь? Сердечко ёкает, ёкает сердечко, смотрите. Да, фу бы. Понял, вырубаю. Короче, слушай, вон, короче, Кристину никогда не показывать. Это чёрный рот и злобные глаза, понял? Она даже когда мило проходит, подписчики пропадают. Понял каким-то образом? Ну чё-то, короче, грустнее стало. Да, поэтому не буду больше. Слушай, короче, я посмотрел твой ролик. Это, конечно, бомбически снятый. Снег, блин, красивый. О, хлопья такие большие. Прикольно? Да. Ромашов, конечно, отгрохал бенд-студию тоже чёрскую. Пиши, блин, такие вещи, блин, Артурчик. Это круто. Ну там немножко со звуком проблемы, мне Кадони говорил. А так всем понравился очень сильно. Да, Кадони как раз говорил. Это тяжёлая работа очень. Максимально тяжёлая работа. Ладно, ребятки, мы пойдём на конкурс. У нас разыгрываются 60 тысяч рублей. Я в коридорах участвую. Всем огромный привет! Всё, на связи. Всё, давай. Кать, выздоровление. Обнял. Спасибо, что передам. Обнял. Созвонимся. Вот. Ну что, ребятушки. Вот так вот поговорили с нашим прекрасным другом. В общем, чё. Мы были... Глеб хорошо выглядит. Не, Настюша, да. Ребятушки, в общем, чё. Всем огромное спасибо вообще, кто с нами был. Вообще, кто на нас смотрел. Мы будем стараться выходить в прямые эфиры почаще. С вами рассказывать какие-то итоги. Поэтому наблюдайте за нами в наших социальных сетях. Вот. Чё, мы всем ещё раз благодарим. За то, что нас поддерживаете, пишите хорошие слова. За то, что мы так вот... Да, мы тоже очень любим. Спасибо. Спасибо за поддержку, за понимание, за заботу. Вообще просто... Да, поэтому давайте общаться. Мы будем стараться больше выкладывать какого-то хорошего, позитивного контента. Вы нам побольше пишите. Поэтому... Друзья, всем доброй ночи, благословенного воскресенья. Вот. Мы за Раснатюши с утра пойдём. Бе... А, в церковь. Мы заведём в церковь, да. Да. Вот поэтому... Но обо всём подробно в наших столбах. Поэтому, ребятушки, всем пока. 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 Хороших выходных. Хороших выходных. Помните, да. Скоро стартует розыгрыш. Кто хочет похудеть, к Насте на марафон. Кто хочет провести, чтобы вам провели мероприятие очень круто, сюда пишем, Глебу. Вот, да. И кому нужна помощь, если у кого-то родственники, знакомые, либо вы сами страдаете заболеванием, таким как алкогольная или наркотическая зависимость. Пишите мне в директ, всё расскажу, всё помогу. Вот, спасение есть. А так, всем, кто был с нами, огромное спасибо. Завтра, кстати, будем готовить котлеты. В прямом эфире тоже, да, попробуем. Ну, в общем, что, ребят, пока-пока. Пока. Храни всех Бог. Да, всё, пока-пока.